Потому что он должен, в общем-то, жить. А жить можно только для чего-то. Человек не может жить для себя. У нас природа подчиненная, понимаете? Мы себя считаем все объектами наслаждения. Но на самом деле мы не объекты наслаждения. Мы наслаждающие. Вот кто из вас может жить в пустоте? Что-то не для кого, а просто в пустоте, поднимите руку. Вот один человек, только у нас Бог. А все остальные подчиненные? Почему? Потому что мы можем, даря любовь, жить только. Нам кто-то должен быть объектом любви. Понимаете? Мы не можем для себя жить. У нас природа бескорыстная. То есть мы не можем жить для себя. Но по факту противоречие в чем заключается? Что с самого детства мы хотим жить для себя. Вот ребенку дать что-нибудь в руку, он... Если взять, он будет орать. Ну то есть... Все. И у нас этот хватательный рефлекс, он на всю жизнь остается же. Мы хотим себе... Моя родная. Имеет разные значения. Моя родная. То есть на него не смотреть. Тоже моя родная. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что мы не знаем себя. Мы не знаем свою главную потребность. Наша главная потребность — это служить объекту любви. Служить. Но если я, допустим, служу своей жене и верю в нее, тогда возникает несоответствие. Почему? Потому что она подчинена судьбе. Она не независимая. Вот если судьбе положено, что она изменит, значит она изменит. Может быть она и не изменит, если она очень сильная личность. Она выше судьбы тогда, значит, стоит. Но это очень редко бывает. В основном, если тебе, по сути, положено, что жена изменит, значит она изменит. Она не хочет вроде бы сама, не хотела тебе. Не виновата, я и он сам пришел. Вот. Она не хотела, но он сам когда пришел, и вот так все получилось. Вот. Видите, верность и уважение в семье. Что это такое? Это результат правильного понимания жизни. Вот почему женщина в стресс-то попала, в который муж ушел? А потому что она неправильно понимает жизнь. Она не понимает, что еще не пришло время развивать те чувства веры друг в друга, которые уже развились сами по себе. Эти чувства являются преждевременными. Вот сначала начните по-честному относиться друг к другу, служить друг другу, при чем человек сам должен это делать. Спасибо за внимание. Спасибо.